Вопрос-ответ непосредственно, то есть какой-то, то есть начальная еда, то есть начальный, потом ответ, а потом уже мордовую. Потому что иначе, ну что тут? Я не понял, так а что, человек как-то должен увидеть свою позицию по три минуты? Нет, по-началу, да, сначала надо вести, в чем состоит и действует, надо сначала объяснить. Значит, обсуждается корреспондентская теория истины, причем обсуждаемая не вовсе в полноте, а в конкретном каком-то срезе, а именно о том вопросе, относится ли такое понятие как истина, столько и к высказываниям, или можно говорить о том, что существует истина с чего-то другого. А истина с смысла, истина с ощущениями, истина с восприятия. Истина с смысла мы обсуждать не будем, потому что этот вопрос действительно сложный, как бы и заведет нас в тупик, возможно, да, и поэтому мы будем обсуждать только в данном конкретном диспуте истинность, с одной стороны истина с восприятия, истина с ощущениями. Вот две позиции. Александр будет защищать сначала позицию того, что истинным может быть только высказывание, и вообще критерии истинности. Понять истинности относится только к высказыванию, а я буду пытаться защищать, что понять истинность относится также к восприятию. А все остальные будут смотреть? Все остальные, потом, после того, как мы какой-то низкий турлов обвиняемся, они выскажут просто какие-то свои, какие-то дополнения. А то, что ты мне написал 3-2-2-2-2-2, это по времени? Ну, это я подумал раунд. А раундов не будет? Ну, не, раунды будут, как бы, но просто непонятно, как это будет выглядеть. А люди обсуждать будут после каких раундов? Ну, я думаю, мы подойдем к некому логическому. Ну, то есть, вот по 9 минуты сейчас поговорите, как? Да, где-то вот... То есть, 18 минут, а потом на рост выскажутся, что это вот это было. Ну, понятно, что khác, кто добавил, не добавил. То есть, вам каждому дается... Да, вопрос, опять же, не с earth по 3 минуты дается, а потом каждому дается по 3 минуты. Да, еще раз просто замечательно, что вопрос не ссосится к тому, кто умный, просто надо застиксировать две понятия. Кажется не ссосится к этому. То есть, это не соревнования, на самом деле, это дискут. А в дискуте всегда пытаются выяснить, как истинность, да? Как на самом деле. Дискут должен быть дружественный. — Вы определили, кто каждый, кто начинает? — Ну давайте Александру, потому что я. — Ну хорошо, хорошо. — Ну все, я запускаю. — Три минуты. — Ты готов запустить крыло? — Да. — Паран, ну все. — Значит, я поправляю. Во-первых, я не считаю, что истинность имеет отношение только к предложениям, но также и к... Что там было еще? — Восприятие. — Восприятие. Значит, да, восприятие. — Вот берем термин «восприятие» и «предложение». Значит, я считаю, что истинность относится как и к восприятиям, так и к предложениям. Но, говоря о корреспондентской теории истинности, говоря о корреспондентской теории истинности, мы имеем дело только с истинностью предложений. И сейчас я поясню почему. Восприятие, любое восприятие человека по определению истинно. То есть когда я на что-то смотрю, что-то созерцаю, то я созерцаю именно это, то, что мне дано в данный конкретный момент. И оно не может быть неистинным. То есть я вот сейчас вот смотрю и говорю, что я хочется сладкого, но нет, это неистинно, потому что мне хочется кислого. Любое ощущение человека всегда есть. И на этом уровне, на этом уровне истинности, никакой проблемы в корреспондентской теории не возникает. Не нужна вообще никакая теория. Потому что мне не нужно обосновывать в мире человеку, который утверждает истинность некого, свое ощущение, почему это истина. То есть не нужно обосновывать. Нет никакой необходимости в этом обосновании. Обоснование требуется только тогда, когда мы говорим об истинности вне индивидуальной, вне человека. То есть внутри человека у него и так все истинно, и даже вопросы не встают об истинности. То есть даже человек не задает себе проблемы такой, а вижу я вот, ощущаю я истинно или не истинно. Но когда человек спрашивает одного или другого человека про истинность, то тут же необходимо возникает предложение. То есть мы никак не можем, кроме как предложения, высказывания, суждения, зафиксировать, о чем мы говорим, о истинности чего мы говорим. То есть если я вижу красное яблоко, я истинно это вижу, но когда я вопрошаю об истинности красного яблока вне себя, объективно как бы, да, то я необходимо должен произнести предложение. Яблоко красное. И уже об этой истинности, произнесенной, вопросить о предложении. То есть когда мы вопрошаем об истинности, это вопрошаем всегда о предложении, хотя мы себя внутренне можем говорить о истинности восприятия. Еще полминуты осталось. Еще полминуты осталось? Ну это же не обязательно. Ну хорошо, да. Дальше осталось другое, пока на этом уровне. Хорошо. Значит, речь ведет ведь не просто о том, что восприятие истины. Речь идет о том, что мы рассуждаем корреспондентскую теорию истинности. Если бы мы говорили о том, что восприятие истины, значит, мы имеем в виду, что восприятие еще это сравнивается, что есть какой-то изначальный критерий, да, и мы, вот есть одно восприятие, и есть другое восприятие. То есть в корреспондентской теории истинности, если мы говорим о том, что восприятие истинное, речь идет о сравнении разных восприятий, а не просто, когда мы говорим, что восприятие истинное. Это раз. Во-вторых, вы говорите, что именно отсюда следует то, что вы говорите, что обосновывать восприятие не нужно. На самом деле, вот этот вопрос о том, что восприятие истинное без обоснования, это касается разговора об истине. Мы сейчас его поднимать просто не будем, просто я как бы делаю замечание про это. Далее. Действительно, восприятие связано с человеком, с его субъективностью. Потому что действительно восприятие – это восприятие какого-то конкретного человека. У другого человека могут быть другие восприятия. И поэтому в каком-то смысле восприятие субъективное. И непонятно, каким образом можно было бы сравнивать восприятие разных людей. Но можно этот вопрос о том, как сравнивать восприятие разных людей, пока оставить. И обсуждать для начала вопрос о том, как сравнивается восприятие одного и того же человека. Человек увидел на холме дерево, подошел поближе и видит, что вместо дерева человек. Или наоборот, увидел человека, подошел ближе, на самом деле оказалось дерево. То есть на самом деле вещь идет о том, что мы можем впадать в иллюзию, мы можем впадать в ложное восприятие. И когда говорится об истинности восприятия, имеется в виду, что мы эту ложность восприятия, иллюзию можем исправить. Исправить тем способом, мы просто это умеем делать, тем способом, что мы знаем, как это сделать. Подойти ближе, пристально посмотреть. Иногда для этого нужно просто прийти в себя после покойки, после какой-то принятия наркотики и прочее. Далее. Когда Александр говорит о коммуникации, когда Александр говорит о предложении, и вообще предложение у него возникает именно в связи с коммуникацией. Он тоже согласен с тем, что восприятие является истинным, но в коммуникации мы всякий раз вынуждены прибегать к некоторого рода средству, которые позволяют нам передать эту истинность. То есть прибегают к какому-то предложению, то есть прибегают, в принципе, к помощи языка. В этом есть доля истинности. Действительно, предложение мы используем для того, чтобы передавать содержание наших высказок. Но давайте предположим другой вариант, что у нас какой-то есть другой способ коммуникации. Например, теоретически мы можем предположить, что есть некая, допустим, телепатия, есть какие-то еще виды коммуникации. Отразятся ли эти другие виды коммуникации на то, что всякое истинное... Восприятие мы сравнивать не можем и об этом говорить не будем. То есть о сравнении восприятия. Восприятие – внутреннее дело каждого субъекта. Во-вторых, аргумент, то, что мы можем как-то модифицировать свои восприятия, то есть, скажем, показалось одно, потом другое, это вообще не аргумент, потому что в каждый момент времени наше восприятие истинное. И если есть в некоторых случаях, в очень редких случаях, когда мы можем подойти и проверить, то большинство наших восприятий мы не проверяем. То есть если у нас есть некая политическая идея, если у нас есть некая религиозная идея, если у нас некое художественное восприятие, мы их не можем проверить. У нас нет никаких средств. Оно истинно просто потому, что оно есть. Вот мне нравится что-то, я высказываю, что мне это нравится, и нет никаких средств проверить. Мы не можем подойти поближе и разглядеть. Поэтому это частный случай, просто обмана зрения. То есть, ну, скажем, или очки плохие или хорошие. То есть это очень частный случай. То есть у нас есть восприятие, и оно всегда истинное. Ну, в случае, когда просто обман зрения, давайте уберем. Это требуется вопрос вообще, когда сравнивается с восприятием. Мы же говорили, что... Отвечаю. Хорошо. Мы... Нет. Я сказал. Я сказал, что внутри одного человека нет вообще никакой теории истинности. Нет корреспондентской никакой теории истинности. Она возникает только, только за пределами. То есть зачем нам вообще понадобилась философия, как она возникла в корреспондентской теории истинности? Нам нужно что-то достоверное вне человека. Вне человека. То, что есть у каждого свое достоверное, свое истинное что-то восприятие, это вообще не проблема, это не обсуждается. Нам нужно утверждать, что есть нечто, нечто внеиндивидуальное, о чем мы можем говорить как об истинном или о ложном. Так вот, восприятие внеиндивидуальное, подниму уже все там. Ну, я как бы уже задал вопрос, да, что на самом деле, когда речь идет об истинности, естественно, речь идет о каком-то сравнении. Мне не очень понятно, почему нельзя сравнить два восприятия. Мое восприятие может быть восприятием, допустим, сегодня, восприятием завтра. Мое восприятие может быть восприятием действия, восприятием взрослого. Внутри одного мира. Внутри одного мира. И внутри одного мира я могу на самом деле, согласно даже вашей теории, поставить... Что угодно. Рассматривать, как бы, определенного рода, ну, мое текучее восприятие более истинным, да, истинным, да, по отношению к тому восприятию, которое было раньше, да. Потому что, когда мы говорим о мыстинности, все-таки мы говорим о некотором рода движении. в движении уточнение например определенного рода восприять и тарас во вторых когда говорим о восприятии нельзя сводить просто ощущения простые восприятия и чувствами после вот приятели это можно например рассмотреть с точки зрения мировоззрения у учета есть не такого рода мировоззрение которые формируются течение всей жизни она подобна таму как мармах мы есть никого до теории да и точно так же как науки теория сравниваюсь sık учит а же в мировоззрении человека сравнивается с его личным опытом. Поэтому говорить о том, что обязательно надо обсуждать только объективную истину, а не субъективную истину отдельного человека, мне кажется, некорректно. Потому что есть здесь аналогия. И по поводу еще... Ну все, я, наверное, там вы сгруппировали. Опять же, внутри одного субъекта, в его мире, нет вообще проблемы как таковой. Нет проблемы. То есть, что ему показалось истинно, то и истинно. То, что возникает движение, да, действительно возникает движение. Человек может понять в очень редких случаях, человек может поменять мировоззрение и увидеть, что его предыдущее видение было неистинным. Но он уверен, что сейчас истинно. Но это не гарантия, что через сколько-то лет у него опять поменяется. Это же не важно, потому что он поменяется. Да, оно поменяется. Значит, мы говорить об истинности вообще не можем. Какой был? Новый будет истинным. Новый будет истинным. Следующее. Какой из них истинный? Они все одинаково истинны в тот момент, когда человек это кажется. Во-вторых, здесь опять нет никакой корреспондентской теории. Вообще нет. То есть, здесь ничего, ничем не сравнивается. То есть, мы говорим, когда... То есть, когда мы ставим... Когда вообще у нас стоит задача, повторяю, когда у нас стоит задача об истинности, когда мы должны выяснить что-то общее для многих, не для одного. Вот для многих. Для многих чувство не может быть единственным. Может быть, только предложение. Теперь возвращаемся к корреспондентской теории истинности внутри. Какие основания у нас существуют для того, чтобы человек посчитал свое видение? А, нет. Значит, давайте так. Если у нас корреспондентская теория истинности касается только предложений, а вне человека, вне, что можно сказать, только предложений, тогда нужно сказать, когда человек произносит предложение. Вот он же произносит, он называет что-то, чем-то. До того, как... То есть, мне недостаточно просто увидел, подумал и все. Это априористинно. Дальше я произношу предложение. На каком основании я произношу предложение, когда вижу какой-то объект? Потому что у меня есть некое понятие этого объекта. У меня есть понятие «стол», когда я вижу этот стол, я заберу «стол». То есть то единое, что объединяет предложение и объект, это есть внутреннее состояние, внутреннее понимание какое-то, внутреннее, точнее, все-таки, понятие, наверное, да? На самом деле я просто начал говорить сначала о сравнении восприятия внутри человека, чтобы убрать проблему, связанную с предложением. Мы с Александром обсуждали этот вопрос. Внутри человека, человек может что-то понимать, да, без предложения. То есть такое возможно, да? То есть могут быть восприятия, да, и человек может сравнивать свои восприятия. Это тоже вполне логично, да? А потом можно на втором этапе обсудить уже, как возникает коммуникация, да, между людьми. Но это я специально просто отсек коммуникацию для того, чтобы просто свою позицию с этой стороны обсудить. Это первое. Во-вторых, по поводу регресса бесконечности. Здесь, действительно, на самом деле, пускай не все люди, да, но есть… Нам важно, что принципиально это возможно, да? Принципиально возможен некий прогресс в понимании своего мировоззрения, да. И то, что он даже будет куда-то регрессировать бесконечности, это просто говорит о том, что стремление к какому-то правильному пониманию, оно, в принципе, да, как вот, некого рода абсолютная истина, да. Это некий далекий предел, да, и к нему каждый один человек, конечно, приблизиться не может, но он в течение жизни к нему стремится. Далее. По поводу того, что истинность понимается только для всех, а не может пониматься для каждого. Это, на самом деле, упрощение вопроса. Для каждого человека в его жизни, в течение его жизни, да, очень важно, да, выяснить все вопросы, касающиеся его мировоззрения. И он точно так же озабочен, и не только всеобщей истинностью, да, которая верна для всех, но также и той истинностью, которая верна именно для него. Да, он хочет понять, на самом деле, свое место в жизни, и поэтому ограничивать вопрос об истинности разговором только истинностью для всех, мне кажется, это упрощение. Все, да? Ну, не очень. Тема-то наша какая была. Тема нашей корреспондентской теории истинности. Вот то, что каждый человек для себя как-то что-то решает, что для него истинно и неистинно, не имеет отношения к корреспондентской теории. То есть, когда, я повторяю еще раз, когда мы ставим вопрос о корреспондентской, о когерентной, о авторитарной теории истинности, мы ставим вопрос не, почему человек что-то для себя считает, а почему мы должны считать что-то истинным для всех. То есть, у нас есть нечто, нечто, что является истинным. Нужно обосновать, почему мы считаем это истинным. И тогда возникает вопрос о теориях истинности. То есть, мы говорим о теориях истинности. Человек, один человек, не нуждается в никакой теории истинности. Потому что он считает, что так истинно. Для него одна теория. А мне так кажется. А я так ощущаю. А я так вижу. Поэтому все апелляции к одному человеку, давайте переходить от одного человека. А перейти, выйти за индивидуальный мир, выйти за индивидуальный мир, мы можем только как-то объективировав. То есть, для того, чтобы говорить об истинности, вот у вас есть некое истинное ощущение, которое вы считаете, что оно истинное. Вы хотите это проверить, оно истинное или не истинное. Не только для меня, а вот в каком-то коллективе, что вы должны это объективировать. Так вот, единственная форма объективации этих ощущений, истинных внутренних, может быть только через язык. Никаким другим. Ну, можно пропеть, промычать, формулу написать. Язык не имеется, только человеческий. Но любую объективацию, то есть, выносишь вне себя. А это уже предложение истинное. И когда мы говорим о теории, мы должны убедить, почему вот эта истина, почему это нужно. Потому что есть такая-то теория, которая нам утверждает вот это. А внутри теория не нужна. Конечно же, я сузил проблему. Я соглашаюсь с тем, что очень важно также обсудить, как устанавливается истинная взгляну. Но я ее сузил специально, на самом деле, потому что противопоставить... Я не спорю, что внутри может быть истинное истинное ощущение. Правильно. Но только нельзя считать, что человек внутри себя ведет себя как угодно. Он точно так же свои модели какие-то, свое представление о жизни, свое мировоззрение сравнивает с реальностью. Он умеет это делать. И точно так же корреспондентская теористность распространяется как на отдельного человека. Точно так же она распространяется и на теории, которые касаются всех, на всеобщей теории. Или на какие-то другие вещи. Потому что корреспондентская теория истинности – это не какая-то отдельная теория. А это на самом деле способ, каким мы удостоверяемся, является ли нечто данным, что мне надо, по моему мировоззрению, истинным или нет. Я проверяю на каких-то своих, например, в данном случае мы ведем разговор о восприятиях. Я проверяю свое восприятие в течение времени. Допустим, я много раз воспринимаю нечто, много раз ошибаюсь. И когда-то, в определенный момент, в моем восприятии оказывается правильным. Я как-то это понимаю, почему оно оказывается правильным. Я понимаю, что именно последнее восприятие оказывается реальным. Точно так же по этой же модели действует и на самом деле и наука Модель всегда одна, чтобы взять одного человека, чтобы взять весь социум Потому что социум это только обобщение того, что происходит с одним человеком Каждый отдельный человек сравнивает нечто свое, свои восприятия с реальностью Точно так же и социум, весь сравнивает некий обобщенный социальный восприятие с реальностью Науку социум отказываюсь Воспринимать пока, пока мы не разберемся с этим, потому что там гораздо все сложнее Так, значит, аргумент к изменению это не аргумент Потому что любое изменение человека, его восприятие происходит под внешним влиянием То есть оставьте человека одного без социума, без коммуникации, без ничего То есть это не происходит И опять же, какой реальностью идет речь? Если у человека есть мировоззрение, это способ его видения мира Он не может видеть иначе, чем заложено в его мировоззрении Мировоззрение может меняться? Нет, давайте не будет об изменении Вот сейчас у меня есть некоторое мировоззрение И я вижу то, что я могу увидеть Если я вижу, что вот это политическое... То есть это прогрессировать не может? Нет, может! Это другая проблема Проблема изменения То есть это не корреспондентская теория истинность Корреспондентская теория истинность констатива Здесь и сейчас я сравниваю что-то с чем-то То, что это может меняться, это другая проблема Давайте не будем говорить То есть у вас основной аргумент такой Что я сравниваю свои ощущения сегодня с завтрашними Но это не аргумент Потому что как завтрашний у вас могут быть неистинными Так и после завтрашнего быть неистинными Вы можете сравнить постоянно Это не является аргументом выстилости Это то, как аргумент, что я могу сравнить свои Что они могут изменяться? Могут изменяться, но это не о чем не говорит И корреспондентская теория истинности нас говорит, что вот здесь, и сейчас я произвожу некий акт. Я произвожу акт. И в этом акте я воспринимаю то, что могу воспринять. Если я не имею понятия, что такое стол, я не назову это столом. Если у меня нет понятия какого-то художественного образа, я его не распознаю. Поэтому апелляция внутри одного человека к тому, что он видит нечто на самом деле, бессмысленно. Он видит то, что у него есть в голове. Он строит свой мир согласно своему мировоззрению. Потому что меняться будет это совершенно другое. Так вот, на основании чего человек высказывает предложение о... А, ну, во-первых, мы должны договориться, что все-таки для того, чтобы объективировать свое видение, человек должен произнести предложение. Он не может передать и задать вопрос вообще. для другого человека. Спросить, а вот истинной этого нет, не сказав что, ничего. А просто... Вот получается. А то, что мне внутри себя, мне не нужно мыркать. Я вижу, это истина и все. Мы же сейчас обсуждаем вопрос не об объективации. Пока мы еще идем о том, что внутри человека есть некого-то рода мировоззрение, скажем, да. То, как он воспринимает мир. Александр пытается, на самом деле, вопрос ввести к психологии. Как бывает. Человек там бывает по-разному. Один человек у него мировоззрение меняется, другого не меняется. Там это профессионально несущественно. Существенно, что экспонентская теория истины – это некого рода инструмент. Я имею в руках некого рода инструмент для того, чтобы понять то, что мое представление о жизни, мое мировоззрение или конкретное мое конкретное восприятие является истинным или нет. Только инструмент. И поэтому я могу взять этот инструмент, взять этот критерий и все, что угодно, весь мир, который у меня присутствует во мне, восприятие и прочее, я могу с помощью этого инструмента приложить его, проверить истину или нет. Так, а как можно определить, что это не истинно? Вот здесь, вот я сейчас, вы берете свое мировоззрение и прикладываете к чему-то. Вы можете получить отрицательный результат? Да. Как? Вот как можно получить отрицательный результат в своем ощущении? Я вижу этот стол. Это отрицательно. Это отрицательно. Я даже не вижу. Не говорю, нет, в этой розетке нет тока. Я пошел и проверил. Есть ток. Мировоззрение у меня чего было? У меня миллион зрения. Вот ток-то есть. Это я очень хорошо могу проверить. Но у меня пальцы нет. Здесь в данном случае, Влад говорил о том, что есть некое мировоззрение, которое я могу проверить. Нет, я вам в целом. Мировоззрение отдельное... Мировоззрение могу проверить точно так же. Как? Ну очень-очень как-то взять и начать строить коммунизм. А не смоглось. А не смогла я. Ну, это не говорит о мировоззрении. Где-то в итоге, конечно. Но в данном случае... Так, потому что теория, она бывает очень сложная, запутная запутная. Давайте, знаете, переходить уже к дискуссию. Ну все. Потому что у Александра просто вообще нет времени уже никакого. Как он связан? Ну потому что все вот эти раунды... Да это не важно. Давайте потомки. Вы мне просто... Я так и не понял. Что у вас такое корисподенская теористность? Это когда я думаю, что... Ну... Нет. Во-первых, корисподенская теористность сравнивать с реальностью. Ну, нормально. Не так, на самом деле. Ну, я стою на стороне Булатой. Я говорю, что можно один человек сравнивать с реальностью. Теперь все могут участвовать. Да, действительно так. А если другой человек сравнивает в этом же листе и говорит, что к дому... Ну и что? Ну и что? Ну и что? Нет, нет, нет. Мы к этому пока не перешли. Это другой вопрос. Нет. Нет. Дело в том, что человек может увидеть в своей действительности, не назовем это реальностью. Восприятие разное, а реальность одна. Она не зависит от людей. Да, да, да. А как мы определим тогда? Я не специально занял позицию здесь, что один... Мы только можем, знаете, по-постому, что можно довериться в большей степени каким-то авторитетам. Ну, это все правильно. Я не знаю, как... Почему? Вот есть человек, который абсолютно никогда не знает, что такое снег. Я говорю, снег белый. Он говорит, что ты имеешь в виду? Что такое белый, ты знаешь? Да, он говорит, я знаю. А снег это застывшая вода. Снег белый. И вот действительно, этот другой человек может пойти, заморозить эту самую воду, то есть превратить ее в снег и убедиться, что он белый. Я же перешел на второе, где проверяется, несказанно. Нет, нет. Это первый же шаг. Это первый шаг. Мы его тоже пытались... Я же говорю, я просто проверяю, это... Внутри, внутри одного человека, человек всегда... Нет, есть моменты, когда у него что-то там не стыкуется и все. Но в целом, в целом, никакого аргумента, то, что... Скажем, это не аргумент. То есть получается так, корреспондентская теория сводится к тому, что человек что вижу, то и пою. Ну, нет, это не может... Это немножко, не может... Ну, это... Нет, нет. А то, в смысле, что... Что вижу, то и пою. То есть, я говорю то, что он же... Я вижу голубое небо... Мне нужна для этого... У меня, допустим, есть восприятие. Хороший человек. И, допустим, оно так и остается у меня. Я даже себе, может, этого не говорю. Да нет. Давайте не будем... Изменения. Изменения здесь ни при чем. Давайте... Не будем аргументом того, что может изменяться... Ну как, это единственный аргумент? Так в том-то и дело, что это единственный аргумент. Ну, против этого аргумента существует тот аргумент, что любое изменение всегда будет следующее изменение. Ну, пускай будет изменение. Поэтому нет... Николай же сказал способ проверки. Вот коммунизм строили, так я... Ну... Не получилось. Жизнь... Здесь изменения не было бы только... Здесь речь идет. Корреспондентская теория истинности констатирует здесь и сейчас. Если я сейчас верю в что-то... Если я констатирую, что вот это правильно, и для меня предложение коммунизма, высшее достижение человечества, у меня нет возможности, применив корреспондентскую теорию истины, здесь сказать, это истина или ложь. Для меня это просто истина, по факту. А почему вы сужаете? Это так. Вы сужаете вопрос. Нет. Я не сужаю. Корреспондентская теория истины. Вот мы его сгодируем. Вот данный конкретный акт, вот здесь. Акт. Это не то, что когда-то, где-то, потом. Вот мне это и странно. Нет. Нет, я могу, например, вы так считаете. Вы считаете, что корреспондентская теория истина – это какая-то отдельная конкретная теория истина. А я говорю, что корреспондентская теория истина – это инструмент. Инструмент. Да. Вы свой опыт сравниваете. А один опыт с другим опытом. Мы опыты не справниваем. Корреспондентская теория истина, и опыт не может быть не истинным, не ложным. Почему? Я же объясняю. За ту теорию, которую этот опыт пытается обосновать, она может убедиться. Нет, у отдельного человека опыт не может быть. Понимаете, у отдельного человека. Что такое опыт? Действительно. Если я засуну два пальца в розетку, то это будет мой опыт. И у меня два пальца в розетку будет не ложным. Давайте перейдем к второму рамку. А какому второму рамку? Второй рамку по поводу, как Александр Дмитриевич, один человек с другим должен сообщаться. Ну так и сообщаться, и для меня с них белый. Почему? Давайте я расскажу, как я вижу эту картинку. И откуда вообще другие расходы. Для меня выживет коммунизм высшее достижение человечества. Для вами высшее достижение. Вот мы сельдинами. Вот сейчас я про это расскажу. То есть человек, восприятие, видит только то, что может воспринять. То есть если у него нет объекта. А другое восприятие. Почему вы сужаете так сразу в горизонт? Я говорю. Я произнес то, что я хотел произнести. Что данный человек, конкретный человек, который что-то видит в политике, в религии, в вещах плохое. Вот он может увидеть только то, для него истина будет только то, что он может увидеть. Для этого у него есть некое понятие. И это понятие у него одновременно единое и для объекта, который он различает, и для слова, которым это называют. Поэтому, когда я вижу окно и говорю окно, это значит, что то, что я смог размечить понятие, я назвал словом, понятием окно. Если я вижу коммунизм, да, и коммунизм хорошо, коммунизм прогресс, да, это значит, что у меня есть некое понятие коммунизма, я это понятие вижу и называю каким-то словом. То есть основание только то, что у меня есть понятие. Ну, хорошо. Я произнес это предложение. Оно для меня истинное, да? Нет. Оно для меня истинное. Истинное предложение для вас будет не слово коммунизма, не слово одно. Нет, коммунизм есть истина. А высказывание? Высказывание что? Окно белое. Вот окно белое, я же сказал, что коммунизм, высшее достижение, а с другой стороны, с коммунизм. Да, да, да. Я же сказал, что коммунизм. Не коммунизм истина, нет, нет. Это слово не может быть истина. Окно тоже сделано. А дальше? Дальше. Я сказал, снег белый. Игорь сказал, снег белый. Он почему сказал снегу? У него есть понятие снега, он видит и произносит. Все сказали снег белый. Мы проголосовали, является истиной. Нет, нет. Да, я сказал... Я могу объяснить, почему снег белый? Не потому, что люди проголосовали, а потому, что снег белый. Нет, а потому, что снег белый... Поверьте, это так. Снег белый только потому, что мама с папой в рождении, когда вас... Если бы вам они не дали понятия снега и белого, вот не дали понятия снега и белого... То тогда бы это было просто невысказываемым. Снег остался бы белым. Да, снег бы остался белым. И для Стаса... Да, но... И немножко бы, на котором со мной родители создали такую страшную шутку, что не дали мне понятия белого и снега, но для меня Стас бы немного поработал, буквально миллион-миллион-миллион. Я бы тоже пришел к этому снег белый. А если мы переходим к понятию на уровень, скажем, политики, у меня есть понятие... Тогда бы уже не Стас, тогда бы... Здесь минуты на мной валю... И все тогда было бы... Конечно, корреспондентская теория истинности, которая говорит, что предложение должно соответствовать чему-то вне. Нет, не предложение. Ну, реальность, скажем так. Реальность этой, да. То есть, почему? То есть, коммунист считает, что то, что он говорит, это соответствует тому на самом деле. Здесь разницы нет никакой. Это та же корреспондентская теория. То же самое, все, что вы говорите, только на уровне высказываний. Можно сказать, на уровне не высказываний, не восприятия. По поводу того, что... Коммунизма, вы уже вышли за восприятие, потому что, когда мы находимся на уровне восприятия, мы вообще не констатируем ничего. Это наше личное. То есть, это не политика. То есть, я сижу вот для себя и чего-то там... Разник белый тоже самое. Я просто вижу. Да, да, да. Я вижу, что там не выросла, я ничего не выросла. Я ничего не выросла. Там нет. Потому что, я повторяю. Еще раз, я же могу ошибаться. Если это изменение, я могу менять... Да, 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 да. И прочее проще. Но вы не как... Это... Когда? Вот есть нечто, и я сравниваю с нечто. И говорю, правильно это или неправильно? Я бы все обсуждал. Я восприятие с другим восприятием сравниваю. Правильно, да. Подобность подобным. Вы сразу здесь рассказывали, восприятие с восприятием. Да, да, да. То есть, я говорю о корреспондентской теории истинности, которые сравнивают с восприятием. А поскольку об этом можно говорить, то мы можем говорить о том, что восприятие является истинным. Ну ладно, я же говорю, что корреспондентская теория, и любая теория истинности, любая теория истинности касается не внутреннего мира, не внутренних... Нет, ну этого я понимаю, вы просто постоянно... Да нет, это... Отстанавливаете к тому, что есть какая-то научная там... Да не научная, то есть вообще вопрос об истинности всегда ставится только... А человек не проверяется это со своим знанием? Никак? Для человека достаточно, мне так кажется. А вот человек ученый, допустим, он... Я для этого не занимаюсь... Он проверил другим знанием, да. Почему? Человек же очень часто много человек проверяет. Ну, что он проверяет? Он в газете, в лесу снега. Почему нет-то? А мальчик человек или нет? Поставление коммунизма, один взятый становится. Ну, что ты может проверить? Человек не проверяет. Как их не проверяет? Грозетки не проверяют, ты зато? Почему мы их не проверяют? Дети проверяют все, практически. Да наш опыт весь состоит из проб и ошибок, понимаете? Постоянно все проверяем. Да. Проверяем человека, проверяем... Можно ли помыть? Нет. Это, это ладно, казалось, можно. С розеткой здесь вопрос довольно понятный, всех трахнет, но может быть и не всех трахнет, но есть куча вещей, когда человек проверил это, для себя решил, это истинно. Другой человек сделал то же самое, решил другое. Третий человек проверил. Другой человек думает, что машина стоит постоянно. Приходит и истинно. Какой-то человек слеп, это не означает, что снег не белый. Давайте снег оставим. Есть ситуация, когда из одного и того же опыта люди выносят разные истинные суждения. Я не хотел бы пока к суждениям адресоваться. Хотя это верно, вы говорите, да. Такое бывает. Да. Значит, если бы этого не было, то и проблемы теории истинности не было бы. Да. Даже все человечество в целом может ошибаться. Да при чем здесь ошибки? Здесь не об ошибках идет речь, а речь идет о сравнении. Вот вы говорите, что теория истинности, у которой корреспондентская, она пытается ошибки исправить. Да какие ошибки ее и состоят? Да нет никаких ошибок. Как нет ошибок? Ну мы построили теорию, она оказалась неверной. А коммунизм не построил. Человек подумал, что нет тока по листу, да и ударил током. Он ошибся. Он не пришел на стоянку, думал, что машина у него нет. А он пришел, а ее нет. А машины нет. Он думал, что он умный, а оказалось, что... На этом уровне, на этом уровне, это не философский уровень. То есть это уровень, ну вот такой... Можно коммунизм, можно... Подождите, вы говорите, что истинность только к высказываниям относится. Я же только пытаюсь сказать, что относится к высказываниям. Нет, 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 нет. То есть, когда касается только ощущений, когда я вообще не произношу предложения, это не касается корреспонденции никакой. То есть, что такое истинное высказывание? Это высказывание... Субъект, соответственно, преликану. Например, есть розетка и есть и не ток. Вот тогда это правильно. Снег и берем. То есть, даже человек, когда сформулирует для себя розетка, и это плохо, это уже высказывание. Еще раз, дело в том, что я согласен с тем, что... Ощущение, когда я просто чего-то вижу, не называю, оно всегда истинное. Нет, еще раз. Когда я сформулирую что-то, оно не истинное. Вопрос, если вы слышите. Ну, не говорит об истине. Ну, и он чувствует. Да он тоже сочетает истины. Нет, вопрос чувствует. Он говорит, что истинное. Я с ним согласен, это не спорю. Нет. Давайте я проблему выскажу в своей слове. Я только единственное хотел сказать, что на самом деле, в действительных, даже отдельный человек, все свое мировоззрение, все свои ощущения, восприятия высказывает. Даже для самого себя, чтобы их память закрепить и прочее. Вопрос... Я просто хотел указать на то, что это просто случайный момент. Это не случайный момент. Случайный момент того, что надо что-то зафиксировать. Или случайный момент коммуникации, что в коммуникации важно передать другому человеку в вашем языке. Есть проблема. Теория истинности. Есть. Есть корреспондентская. Когерентная. Авторитарная. Эээээээээээээээээ... Какие штук? Ну, много. Да. И они. Что? Я вновь не знаю. И они возникают не на уровне проблемы, что для себя человек считает, а именно, что для всех является, а не о суждениях. Когда мы говорим о кегриатной теории истинности, мы не говорим о неких ощущениях, мы говорим о истинных предложениях. Вы апеллируете, что есть теория истинности? Так мы только об этом говорим. Я правильно. Только об этом. Но вся вы говорите, теория основывалась на опыте каждого отдельного человека. Каждый человек проверяет свои знания. Да проверяет он, конечно, это имеет отношение к теории, но мы говорим о теории. Это имеет отношение к корреспондентской теории истинности. К корреспондентской теории истинности формулируется в соответствиие знания реальности, в соответствиие предложения реальности, в соответствии суждения реальности. Каждого отдельного человека. Вот и все. Снег черный, неправильный. И он может быть не в форме суждения. Но эти знания не обязательно в форме суждения. А почему? Как еще? Знание не может быть не в форме суждения. Вот это и странно, я же объясняю. Нет, если, например, соль сладкая, я иду, проверяю ее. Что соль сладкая? Можно зафиксировать восприятие в виде предложения и проверять предложения. А показаться на уровне восприятия. Когда мы остаемся на уровне восприятия, нет никакой теории истинности. Но я же объясняю. Я думал, что на горе стоит... Это не всего лестность, это просто смена... Какая-то смена. Я увидел человека, побежал, но хотел его обнять. Подбегаю это дерево. Так ты думал, что на горе стоит человек. Есть гора и человек. Нет, я вам рассказываю о том, что есть. Сейчас я вам, чтобы передать это свое... Во-первых, мы вообще не приблизились к пониманию. Все ушло, мы второй момент не обсудили. Каким образом люди? Давайте сейчас обсудим второй момент. Ну, уже время, наверное. Потому что можно еще обсудить второй момент, когда два человека общаются и возникает некое общее понимание. Ну, потом. То есть, в принципе, лучше, конечно, в письме нам передать. Да не, нормально. Ну, конечно, я понимаю, что поучилось как-то сумбурно, но как-то поучилось. Я отвечу, что, во-первых, и самое главное, не возникло бы никаких других теорий истинности, если бы работала корреспондентская. Она просто не работает. Она просто не работает. То есть, никогда, когда я утверждаю, что что-то соответствует реальности, не доказуемо. Просто не доказуемо. В некоторых случаях, мы соглашаемся, в некоторых случаях, когда мы снег белый, снег белый, когда у нас общие, то есть, скажем так, когда у нас общие взгляды и общие представления, общее видение и общее формулирование предложения по поводу этого объекта, тогда нам не нужна никакая теория. Вообще не нужна. Мы говорим, так, так, все, пошли. Когда у нас возникает рассогласование, один человек показывает на одно, говорит одно, другой человек показывает на это, говорит другое, мы говорим, давайте привлечем теорию сюда, чтобы определить. И какую теорию мы привлечем? Корреспондентскую теоричность привлечем. Она нам поможет разрешить проблему. То есть, получается так, что когда проблемы нет, она работает. И к ней обращаться не нужно. А когда возникает проблема, ты ее привлекаешь, она говорит, а ничего нет, я не могу ничего сказать, я не теория вообще, я ни о чем. Я всего лишь мое содержание, что вижу, что пою. Когда два человека, что видят и поют одинаковое, она действует. Как только люди видят разное, она перестает действовать. Она не теория, это вообще миф. Теперь, как бы я скажу, вопрос ведь не сводится к тому, что есть какие-то проблемы корреспондентской теории. Конечно, и есть. Она сама проблема, только сплошная проблема. А и в других теориях истинности ты считаешь какие-то свои проблемы. Другие есть. Скажем, в конкретной теоричности нет никаких проблем. Хорошо. Может быть, это так. Мы сейчас это выяснять не будем. Вопрос ведь только состоит в том, что можем ли мы, в принципе, проверять, как бы, наши знания на опыте? Можем. Вот и все. Только в этом состоит. Да, но это не сводится к корреспондентской теоричности. То есть, когда мы проверяем свои знания на опыте и проводим научные и все, там целый комплекс задействований. Комплекс задействований. Все задействований. Но в чистом виде, как апелляция сравнения с реальностью, она не действует. Во-первых, мы предложения с реальностью сравнить не можем. Мы, в принципе, не можем сравнить. Вот взять… Да, предложения можно сравнить. А ощущения сравним… Коррес TA. Ощущения. Только свои, вот свои. Но тем не менее, каким-то образом мы умудряем теперь… От ощущения, восприятия и предложения. Но это мы социум действует. Социальная… Через социальные механизмы, через какие-то, через воспитание, образование и все прочее. Через… Это не важно, как механизм работают… Да-нет, это совершенно не важно! Да-нет, в том-то и дело же это важно. Нет-нет, это не важно, важно, что это происходит. И мы это умеем делать. Мы умеем это делать. Мы умеем это делать. Это достаточно. Нет, мы это делаем, мы умеем это делать, но к этому не имеет никакого отношения корреспондентская теория истины. Нет, корреспондентская теория истины говорит о том, что мы можем соотносить реальность с предложением. Каким способом? Как-то нас научили. Мы умеем как-то это делать. Она утверждает, что то предложение истинное, которое соответствует реальности. А если у нас возникает спорная ситуация, два предложения в одном и том же месте, она нам ничего не может сказать. В общем, мы можем поставить эксперимент. Нет. А как наука движется? Нет. Давайте не науку. Давайте куча есть вещей, где одно и то же называют по разному... Не называют, не по терминологии, а произносят разные предложения, противоречившие друг другу. И нельзя поставить... Есть такие моменты, тоже есть. Значит, корреспондентская теория истинности ничего нам не может... Да нет, корреспондентская теория истинности это по некому роду критерии. Иногда он работает, иногда не работает. Нет, нет. Иногда может с реальностью работать, иногда не получается. Он критерий только тогда, когда есть согласие. Вот когда есть согласие... Но это ваша точка заявления. Да нет. А какой еще? Потому что каждый отдельный человек, у него никакого согласия не нужно. Он сам проверяет... Да все правильно, да и там и нету никакого... Нет, ну это... Внутри человека... Нет, почему нет? Теория так и остается, он точно так же свои предложения проверяет наука. Как он проверяет? Но он же объяснил ему, он умеет это делать. Так, так, он пишет предложение и прикладывает... Зачем? Он умеет переводить, как ты считаешь, как и в любой человек, умеет переводить данные чувства, ощущения, восприятия в предложения. Может предложение... А потом предложение сравнивает с предложением. А, предложение с предложение, да. Но когда он переводит свои чувства восприятия в предложения, он пользуется своими чувствами восприятия, своим мировоззрением, своим, то, что он умеет сравнивать. Не умеет сравнивать реальность, как она дана нам, и предложение. Не умеет сравнивать. Ну, он сводит предложение. Потому что сводить с предложением в реальность, это и означает сравнивать предложение? Ну, он не сравнивает. Ну, из того, что мы, что сравнение предложения с реальностью многоэтапно, сначала мы получаем из реальности некоторого рода предложение, а потом предложение сравнивает предложение? Нет. Из этого не следует, на самом деле, что есть какая-то проблема сравнения предложений с реальностью. Действительно, это многоэтапный процесс. Сначала мы из реальности получаем наши предложения. Мы получаем предложения, сравним с другими. Каким образом мы получаем из реальности? Научились. Умеем. Вы сами говорите, солнцуем, то, третье, десятое. Это совершенно не важно, как мы научились. Мы умеем это делать и все равно. Нет, не умеем делать этого. Мы не умеем этого делать. Ну как? Любой человек умеет это делать. Это даже не надо учиться. В этом состоит суть человека, что он умеет, смотря на реальность, высказывать какие-то предложения. Почему реальность? Ну он смотрит в глаза и говорит, вот это ахмон, вот это ахмон. Почему это реальность? В человеке это делается реальность-то? Почему это реальность? Если в одно и то же место смотрят два разных человека, они говорят, разница? Не важно. Я же, вопрос пока про два человека, это более сложный вопрос. Мы оставили. А про одного человека-то вообще есть проблема. Нет. Она есть, потому что один человек точно так же сравнивает свои высказывания с реальностью. Ну ладно, все, давайте закончим. Продолжение следует...